Авторы идеи Нестер и Даниэла Кастаньо Оператор Эггон Стеггер Продюсеры Марисоль Моралес и Хавьер Голдшмидт Режиссеры Гильермо Элло и Итало Галлиани Плохие девчонки Нуэлли, скажи мне, скажи Кто к нему заходил? Кто убил Дона Висенте? Кого ты видела? Скажи мне Это была? Кто? Это была Кассандра Что ты сказала? Кассандра Помолчи, что ты сказала? Не говори так со мной Я видела, как ты входила в номер Дона Висенте Лгонья Зачем ей такое выдумывать? Я не знаю, зачем она это делает Тогда почему ты нервничаешь? Я не нервничаю Все мы были в ту ночь в отеле Каждая могла войти в номер Дона Висенте Так что все под подозрением Все Мама, что с тобой? Этого еще не хватало Ты не можешь здесь находиться, в этом доме Ты не знаешь, что делаешь Я думала, что наняла мужчину Не знаю, что вы задумали Но лучше держитесь подальше от моего сына Я вас предупреждаю Я вас предупреждаю Мам, послушай меня Ты вмешиваешься не в свое дело Отругай меня, если так будет легче Этого только не хватало Его никто не заставлял Знаете, это уж слишком Иди, оденься Что? Мне одеться? Ты что, не слышал? Иди, оденься Хорошо, пойду Оденусь Прошу прощения Вам должно быть стыдно Очень стыдно Кто вы такая, чтобы так разговаривать? Я мать Данте И я не позволю вам помыкать моим сыном Вы слышите? Слушай, Ноэли Скажи громко, чтобы мы все услышали Что происходит? Дело в том, что, по словам Ноэли Она видела меня в номере Дона Висенте В ночь, когда он умер Но она не говорит, что видела меня Потому что сама была там Или нет? Я хочу сказать, она тоже могла быть в номере Дона Висенте Это понятно? Да Я ее видела Видела? Да Слышишь? Ты меня видела? Что ты говоришь, Мариана? Ты меня видела, потому что я искала Кассандру А ты не видела Канделу? Лично я видела Это ложь, ложь Хватит, хватит, остановитесь Почему вы не скажете правду? Моя совесть чистая Я ничего не сделала Ты тоже могла быть там, Гарритель Но меня там не было, а ты была Отвечай, Мариана Ты лгунья? Нет, минутку А ты, Кандела? Так, 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 так В чем дело? Что здесь происходит? Ноэли Что здесь происходит? Ничего Ничего? Ничего, сеньорита Ильда? Вот как нужно отвечать Ничего Ничего, сеньорита Ильда Скажите Скажите, что вам нужно от моего сына Вам не кажется, что ваш сын уже достаточно взрослый Чтобы вы бегали следом за ним Я буду это делать, пока есть женщины Которые платят неизвестно за что За что? Что? Только не надо Нет, нет, минутку Я вам не позволю так со мной говорить Вы понятия не имеете, кто я Да нет, я прекрасно знаю, что вы за женщина Ну-ка, ну-ка, что я за женщина? Сказать Говорите Вы хотите, чтобы я сказала громко? Мама, мама, успокойтесь, успокойтесь Она мой шеф, понимаете? Почему ты так одет? Я устала от этой ситуации, хватит Когда вы в следующий раз захотите увидеть Данте Пожалуйста, сообщите об этом Мажордому Я не разрешаю навещать моих служащих в моей квартире Мама, послушай Здесь я ни в чем не нуждаюсь У меня есть все Дом, еда И все остальное, что отняла у меня ты Но, сынок Иди домой Данте, дело в том, что она... Это не то, что ты думаешь У меня ничего с ней нет, серьезно Иди домой, завтра я приду и все объясню Хорошо? Но как же Не волнуйся Спокойно Спокойно Я тебя очень люблю Не переживай Я люблю тебя Пока Вы прекрасно знаете, что в компании нельзя ссориться Да или нет? И тем более между собой Да или нет? Да, сеньорита Ильда, мы знаем Тогда что происходит? Ничего, сеньорита Ильда Глупости Хорошо, все позади А теперь идите спать Завтра у вас подъем в семь часов, правильно? Всем спать И? Что? Так и будем продолжать? Я тебя видела Нет, прости, сначала я тебя видела Что скажете? Я уже сказала В ту ночь мы все были там Поэтому это могла сделать любая из нас Знаете что? Мы не можем подозревать друг друга И потом, простите, но Дон Висенте умер от сердечного приступа Да, потому что с ним кто-то переспал И спровоцировал инфаркт Как бы то ни было Мы должны быть вместе Да, да Я полностью согласна с Гритель Нужно не подставлять друг друга А держаться всем вместе Да, по крайней мере Мы должны быть верны друг другу Нужно думать, что враг в другом месте И что мы будем делать? Сидеть тихо И защищаться Защищаться от Беатрис И Ребекки Послушай, Донте Что? Будь любезен Объясни мне, что происходит Не волнуйтесь, босс Я поговорю с матерью Тебе же лучше Слушай Ты знаешь, что здесь написано? Нет Шарон Джанет Санчес Салинос Кто такая Джанет? Что это? Я не знаю Может это кличка Или артистический псевдоним Понятия не имею Вы отправили меня найти его Что я и сделал Теперь вы должны заплатить мне Боже Это последнее, что мне нужно было в этот вечер У меня нет слов Я думал, это то, что вам нужно Но это не то, кретин Послушайте, это такой же ежедневник Каким пользуются все девушки Такой же Да, конечно, такой же Знаете что? Что? Я не кретин Нет Так что заплатите мне, и я ухожу Ты сошел с ума? Как я могу заплатить себе? Сначала сделай работу А потом я заплачу Иначе ты не получишь ничего Знаете что? Что? Найдите себе другого мальчика на побегушках Потому что вы истеричка А как же ты? Я увольняюсь Данте Ты об этом пожалеешь Я увольняюсь Да, конечно Ты об этом пожалеешь Чокнутая Чокнутая твоя бабушка Мерседес Добрый вечер Донья Ребекка Что ты здесь делаешь? Я тебе сказала много лет назад Что больше не хочу тебя видеть Донья Ребекка Мне нужна ваша помощь Если бы не это Я бы сюда не пришла Вспомните Я вам помогла много лет назад И я хорошо заплатила за это Я ничего тебе не должна Донья Ребекка Выслушайте меня Что ты хочешь? Еще денег? Дело не в этом Тогда уйди Уйди И больше никогда не появляйся Никогда Отличная кровать Я спал как ребенок Спасибо, друг Теперь ты знаешь Этот дом открыт для тебя В любое время Тот парень шевелится Мартука Поторопись с завтраком Пока я здесь Я не позволю говорить плохо О гостеприимстве Соса Это понятно Привет Это для меня? Нет, не для вас Для сеньора Ребекки Да Ты уверена? Я полагаю, ты не читаешь чужую корреспонденцию, не так ли? Нет, дорогая свекровь Доброе утро Как мило, что в таком возрасте вы встретили поклонника Это для меня? Для вас Только что принесли Я за тобой заеду и вместе пообедаю Ты не можешь сказать нету, Берта Да, ты безупречна Ты всегда поступаешь правильно Я задаю себе вопрос Почему хотя бы раз в жизни не сделать так, как я хочу? Зачем? Чтобы ты, как всегда, напортачил? Нет, теперь, когда у нас есть Игнасио Я тебе не позволю и дальше быть таким безответственным Ты меня понял? И плюс к этому я еще и никчемный, верно? Да ради бога Где та чудная женщина, на которой я женился? Она с тем чудным Энерике, за которую я вышла замуж Ты хочешь сказать, я изменился? Прости, но после рождения на Чита ты сошла с ума У тебя плохо с головой Ты не знаешь, что ты говоришь Ты понятия не имеешь, что такое родить ребенка Что ты говоришь? А что, ты родила ребенка одна? Добрый день Кандела, ради бога, посмотри, во сколько ты пришла Ты не понимаешь, что мне нужно уходить и не с кем оставить ребенка? Конечно, не с кем Я здесь вор Я говорю с Канделой, понятно? Послушай, мне нужно идти на работу, я уже опаздываю Да-да Как я тебя учила держать? Нет, не так, ты не видишь, что у него кривая спина Да, вот так Пожалуйста, Кандела, позаботься о нем Пока, дорогой, мне так грустно оставлять тебя Да-да Скажи маме пока Смотри, чтобы он не упал Нет-нет Держи его, как я тебя учила Да-да Мой руки и, пожалуйста, не целуй его, хорошо? Хозяин, не принимайте близко к сердцу Смените выражение лица Знаете что, я поставлю вам музыку, которую обожает Начито Серьезно Взбодритесь Звонить человеку Берите, берите, не скромничайте Сэндвичи с сыром утром нужно хорошо заправиться Соки, фрукты Ангелочек, как вовремя вы появились Я так скучал по вас Хотите что-нибудь? Омлет с ветчиной? Нет-нет, Джейсон Дон, Джейсон, спасибо Возьмите, я позавтракала в компании Да Почему вы еще здесь? Я думала, вы в Веге Черт Друг Друг Что? Мне нужно идти, я должен помочь на мясном рынке До встречи Будь как дома Спасибо Пока Как дела, сеньорита Гретель? Давно вас не видел Как вы? За официальный затейник в этом доме? Красотка Ты взяла мой ежедневник Доброе утро, сеньорита Шарон Джанетт Нет, я не видела ваш ежедневник Ну как же Подержи это Я не сказала, что ты его украла Но, возможно, ты взяла его случайно Или где-то оставила Нет, я его не трогала, сеньорита Вы хорошо искали Ты кем меня считаешь? Дурей Естественно, я все обыскала, но не нашла И раз его нет, значит, его кто-то взял Я и подумала, может, тут поработал профессионал Это случайно не он? Спасибо Где ты его нашел? Валялся на улице Черт В саду Спасибо Приятного дня Ты очень милый Пока Спасибо Еще три песни и закончим Нет, нет, нет У вас прекрасное шоу, но мне пора идти Но вы не видели последний танец В котором раскрывается весь мой потенциал Я вижу, что у вас большой потенциал И прекрасные физические данные Но мне нужно идти давать уроки Значит, вам не понравилось? Нет, нет Скажите правду, я не обижусь Говорите Нет, нет, дело не в том, что мне не понравилось Просто я работаю с другой музыкой Но Музыка Музыка Только одна Да Конечно Да Синьора Ангелина Вы хотите знать, ушел ли дон Энрике? Да, он ушел сразу за вами Да Я уже переодела на Читу Не беспокойтесь Все под контролем Хорошо До свидания Спасибо Мне нужно идти Я думаю, вы не должны демонстрировать свой артистический талант Ангелине Она не очень любит всякие спектакли Пока, сынок Я люблю тебя Не беспокойтесь, дон Энрике Я умею позаботиться о себе Пока Смотрите, он сейчас расплачется Пока, дорогой У тебя классный папа на Читу Ларсо Приди и поговори со мной Чуть позже Потому что сейчас я занят Я вам позвоню, когда у меня будет время Да, конечно Когда у тебя будет желание Алло Данте Черт Она великолепна Ее интеллект может озарять тьму умов Сомневаюсь Я не считаю кого-то из них красивой А это? Сеньора, послушайте меня У вас очень доброе сердце Я говорю правду Ей нельзя доверять Поверьте мне Икисай Откуда ты это знаешь? Дьявол мудр от старости А не потому, что он дьявол Вы приводите в дом человека Которого не знаете Я за ней наблюдала Я Уже чувствую Что Кассандра плохая Простите Я не знала, что вы здесь Простите Ходи-входи Какое совпадение Мы с Элли как раз говорили о тебе Правда? Кассандра плохая Кассандра плохая Кассандра плохая Войдите Сеньора Беатрис Простите, что настаиваю Но нам пора ехать Да, Ляпольдо Да, идем Разрешите? Сеньора Ребекка Психолог спрашивает Будет ли в эту субботу Сеанс терапии Конечно Сейчас в этой компании Терапия нужна Как никогда Верно Вы уходите? Да Мне нужно кое-что сделать Дон Умберто Вам что-то нужно? Нет Нет Я просто Хотел узнать Как ты? Хорошо, спасибо Я знаю, что была немного рассеянной Простите меня Скажи, Мерседес Ты переживаешь за Данте? Он работает с женщиной, которая Которая намного старше его И Я не думаю, что это достойная работа Послушай Дело в том Что Данте уже взрослый И мы должны это понять Я смогу всегда рассчитывать на вас Верно? Конечно, Мерседес Ты Женщина этого дома Упал Мартука Что с сеньоритой? Я не знаю С тех пор, как умер ее босс Она очень грустная Мне не нравится видеть ее такой Она такая красивая И должна быть счастливой Мартука Давай что-нибудь сделаем Чтобы развеселить ее Что-нибудь сделаем? Что именно? Ну, не знаю Например Например, вечеринку-сюрприз Я мог бы помочь тебе Прием Конечно Ей это понравится А ты будешь? Конечно буду, Мартука Более того Мы можем пригласить ее подруг по работе Я полагаю У нее есть подруги Которые с радостью придут к ней Дорогой У нее много подруг в компании Но как мы их найдем? Спокойно, Мартука Ты даешь деньги А мы с Джейсоном Позаботимся обо всем остальном Не волнуйся Увидимся позже Сюрприз Дорогая Смените выражение лица Дорогая Гритель повезло Хозяйка дома устраивает вечеринку Да, в том большом доме Представляешь? Слушай, я сейчас работаю Мне нужно идти Да, мама, я поняла Поняла, поняла Нет, все, что я тебе говорю В одно ухо входит А в другое выходит Как ты можешь не видеть Что Бенхамин принц? Мечта Я не позволю Чтобы ты дала ему сбежать Он такой скучный, мама А тебе нужен клоун, который бы тебя смешил Ты должна благодарить судьбу, что этот парень обратил на тебя внимание Хотя ты даже яйцо не умеешь сварить Если он тебе так нравится, почему ты не выйдешь за него замуж? Не будь хамкой, Хосефина Не оскорбляй меня Все, что я делаю, я делаю ради тебя Какое неуважение Все, сеньоры, все Если будет какая-то проблема, звоните мне И я приду к вам домой Спасибо Пришел мой друг Спокойно, рад тебя видеть Как дела? Хорошо, сегодня у нас будет необычный вечер Неужели покер? Нет, нет, нет Нет, не покер, вечеринка-сюрприз Да что ты Вечеринку устраивает твоя крестная, чтобы поднять настроение, Гретель Серьезно? Да, придут все ее подруги Мы должны воспользоваться случаем и познакомиться с ними Нет, и все они в моем доме? Я умру Дорогая, не проходи мимо Что я должен сделать? Смотри, здесь телефон ее подруг Ты можешь позвонить им? Не волнуйся, я всех обзвоню Иди спокойно Хорошо, увидимся вечером Пока Будьте умницей Не волнуйся, будь спокоен Пока Пока Отблагодаришь меня потом? Как-нибудь сочтемся, друг Будь на связи, пока Вырезка, отличная вырезка Подходите Джейсон, Джейсон, ты верен себе Да, а ты? Добрый день, сеньориты Я Ребекка Маркес Салар Я пришла за прахом сына Минутку, пожалуйста Я думаю, вы приехали напрасно, дорогая свекровь Потому что вдова Висента Салара уже здесь Что ты здесь делаешь? А вы как думаете? Я приехала за прахом мужа Боже, Беатрис, не будь нахалкой Это мое право Нет, нет, нет Вы потеряли все Мне принадлежит право забрать прах мужа Правда, Леопольдо? Да, сеньора, Беатрис Прости, кто этот кабальеру? Мой мажордом У тебя... У тебя мажордом, Беатрис? Да, что? Какая-то проблема с этим? Боже, не зря Висента никогда не переставал удивляться Где служащий? Я хочу забрать прах сына Минутку Я вам уже сказала, что я заберу прах мужа Я его жена А я его мать Минутку, сеньора, есть проблема Прах покойного еще не готов Я сдержал обещание Видишь? Я пришел навестить тебя Поцелуй меня Поцелуй, мама Так и будешь молчать? Послушай У меня достойная работа, мама Конечно, очень достойная Поэтому вчера вечером у тебя был такой вид Ради бога, я только что вышел из душа И не успел привести себя в порядок Я бы не смог иметь что-то с этой женщиной Эта женщина чокнутая Да? Да Дело в том, что я тебе не верю, Данте Ты меня всегда обманываешь Ты пропадаешь, появляешься Крадешь у Дона Умберто деньги Сегодня говоришь одно, потом говоришь другое И теперь я застаю тебя с этой штучкой Скажи мне правду, Данте Что у тебя с ней? С тобой бесполезно говорить Ты упрямая, как мул Можешь думать, что хочешь Мне все равно Я ухожу И это сюрприз? Как мило Тогда до вечера Здорово Что мне надеть? Кто это был? Меня Пригласили на вечеринку Да, а вам не нужен партнер Потому что если он вам нужен, я в вашем распоряжении Какая жалость Но нам запрещено выходить с хозяевами Почему? Правила компании Правила, дорогая Марионита Придумывают, чтобы их нарушать Но как же Сейчас вы пойдете со мной Хорошо Идем Подождите Я возьму сумку Куда мы пойдем? Увидите Идем Что на этот раз? Не отвечай мне так Почему? Почему всякий раз, когда я звоню, ты пропадаешь и не отвечаешь на мои звонки? Почему? Не знаю Может, потому что я кретин Черт, не будь дураком Знаешь что? Мне нужно, чтобы ты сейчас же приехал ко мне Хорошо, я скоро буду Я сказала, сейчас же Черт, стол очень красивый Зачем так много приборов, дорогая? Они действительно нужны? Да, сеньора Сеньора Локти Черт, прости Спина Да Здесь Слева В елке Справа Ножи И Столовые ложки Очень хорошо А десертные? Впереди Очень хорошо, сеньора Видите? Это для хлеба Этим кладется масло на хлеб Ответьте на звонок Говорите смело, не стесняйтесь Я работаю Ваш жених Да Говорите, не стесняйтесь Говорите спокойно Дорогой Нет, я сейчас работаю Я тоже хочу тебя увидеть Вечером? Нет Вечером нет Простите Дорогая, сегодня вечером вы не сможете Не беспокойтесь, сеньора Пусть не работает Нет, я устраиваю прием Коктейль И мне нужна ваша помощь Пригласите своего жениха Пусть он придет сюда Нет Сеньора, что вы говорите? Сеньорита Гретель Пригласите его Не стесняйтесь Дорогой Сегодня вечером Хозяйка дома Сеньора Марта устраивает прием И приглашает тебя Чтобы ты тоже пришел Ты хочешь? Певчая птичка Я здесь Можно узнать, где ты сегодня ночевал? Позвольте напомнить Что я больше не работаю на вас Поэтому не обязан давать вам объяснения Неужели? Да Значит, тебе больше не нужны деньги? Кажется, нет Потому что вам не нужно то, что у меня есть Да И что же это? Еще один ежедневник? Дайте мне нож, пожалуйста А без ножа не получится? Ты наглец Держи У меня есть кое-что намного интереснее ежедневника Да? Да И что же это? Не сейчас Вы проиграли, понимаете? Во всем должен быть порядок Если вы хотите, чтобы я по-прежнему работал на вас Мы должны установить правила Можно узнать, что за правила? Информация за деньги Я предоставляю информацию, а вы мне платите Я буду работать только так Что скажете? Оставь эти глупости, Данте Пожалуйста Скажи мне, что ты узнал Видите, вы не согласны Я буду давать информацию только за деньги Это мое условие Так что собирайте деньги Собирайте Собирайте деньги Потому что у меня есть очень хороший след Да? Да Данте Собирайте деньги Собирайте И еще мне нужна машина Ну, Данте Какой наглец Я хотел поблагодарить, что ты приняла мое приглашение Не стану отрицать, ты удивил меня цветами Ты еще помнишь, что калы мои любимые цветы Я помню это и многое другое Уберто, не заставляй меня краснеть Значит, я за тобой заеду Хорошо Буду ждать тебя Прекрасно, пока Не жди меня, Мечи Я не буду обедать дома С кем вы встречаетесь? Конечно, если можно узнать Конечно, ты можешь узнать С Ребеккой Я тебе уже говорил, что она занимала особое место в моей жизни И сейчас мы снова встретились Где ты, сердце мое? Так-так, еще нам нужно взять Фасоль, фасоль, фасоль Фасоль Я знаю, как вкусно приготовить фасоль Это хорошо Да Еще мы должны взять Лапшу Лапшу Анастасия любит лапшу, две Тертый сыр Тертый сыр, тертый сыр, тертый сыр Я не знаю, где лежит тертый сыр Нет, тертого сыра нет Нет? Нет, зато есть майонез Почему такое лицо? В чем дело? Нет, ничего Ничего, все нормально Неправда Что-то происходит Но вы не хотите сказать В чем дело? Мне неудобно Что вас смущает? Я всегда представляла, как я делаю это С мужем Для меня это как мечта Пока можете практиковаться со мной Это все, что есть Да Простите Мариана Какая встреча Простите Как дела? Кассандра Гарсия Еще раз простите Фабиана Майнарди Приятно познакомиться Майнарди? Какое совпадение У педиатра моих детей такая же фамилия Лусяно Он мой младший брат Значит, ты отец Анастасии? Совершенно верно Себа так много говорил о ней Они учатся в одном классе, верно? Да-да, но знаешь что? Нам нужно забирать Анастасию Уроки уже кончились Вы на машине? Да Может, вы меня подведете? А то я столько всего набрала Отлично, нет проблем Хорошо Прошу прощения, я пойду вперед Идемте, сеньор Фабиан Нет-нет, я вам помогу, не беспокойтесь Спасибо Добрый день, сеньор Ребекко Маркес Минутку Лоретто Оставь, оставь, оставь Я сама позабочусь о Кабальеру Простите Что я могу для вас сделать? Я ищу Ребекку Ребекку К сожалению, Ребекки нет Она никогда не бывает здесь в это время Вы должно быть... Я Беатрис, вдова Салара Очень приятно Умберто Фонтейн Рад познакомиться с вами Я тоже Чем я могу вам помочь? Я заехал за Ребеккой Потому что мы договорились пообедать вместе Но раз ее нет... Какое совпадение? Я тоже еще не обедала Вы обедаете с незнакомцами? Если незнакомец, друг Ребекки То и мой друг тоже Серьезно? Тогда идем Лус Мария, меня никто не спрашивал Нет, никто, Доня Ребекка Элли? Да Где Кассандра? Я думала, вы знаете Она сказала, что из супермаркета сразу пойдет в колледж И я спросила, она все решает сама? Я просто хочу знать Боже, Кассандра настоящий профессионал Она очень организованная Она может и организованная, сеньора Но я считаю, что это неправильно Элли, пожалуйста Почему ты в каждом человеке ищешь недостатки? Она прекрасно знает, что должна делать Спасибо, что подвез Не за что Очень мило, что наши дети ходят в одну школу Я думаю, это прекрасно Завтра ты придешь в это же время Привет! Привет, папа! Привет, детка! Привет, дорогая! Как дела? Хорошо Привет! Папа, можно я приглашу Себу к нам домой, чтобы поиграть с ним? Да, но сначала мы должны попросить разрешения Да, знаете что, сеньор Фабиан Я не думаю, что это возможно Обо мне не беспокойся Сегодня у меня нет никаких дел И если они друзья, пусть поиграют Тогда идем Все в машину Все в машину Посмотрим, кто добежит первым Вперед Как тебе это? Дефиле профессиональных домработниц Твоя мать тоже взяла? Моя без ума от нашей А не как чума Шарон, почему ты там стоишь? Ждешь Пресвятую Деву? Имей терпение Идем, Мака Мне нравится твой брат Он такой загадочный, такой мужественный Мне кажется, он необычный Какой загадочный? Он еще мальчишка Мы поедем к Маке домой Ты считаешь меня таксистом? Тогда плати мне Ну же, Байрон, я переоденусь, и мы сразу уедем Я не могу весь день быть в форме Пожалуйста Хорошо, хорошо Только сделай это быстро Я очень быстро переоденусь Что у тебя там? Где? Наглец Забирайся Как я смотрюсь? Это тоже Ловите Ты очень ловкий парень Как тебе это удается? Учись у профессионалов Да, конечно Подарок от Джейсона Ставеса Кажется, здесь все, что нам нужно Горн, маски, очки, конфетти Галстук с обезьяной Это все? Все Ты позвонил с синьоритом? Я нашел всех ангелочков, и они готовятся к вечеру Хорошо, смотри, я тоже нашел ангелочка Значит, мы готовы? Да, старик Увидимся позже Увидимся Знаешь что, друг? Еще нужен лед и лимон Вот деньги А вдруг чего-то нет Ты понимаешь, что я имею в виду? Сколько? 1420 песо Этого хватит? Ты так не думаешь? Друг, лучше иметь больше, чем меньше Конечно, держи Вот Удачи тебе Еще, еще Держи Сколько вы сказали, я должен? Как я уже сказала Последние месяцы были очень трудными Невероятно трудными Висенте больше нет Ты понятия не имеешь Что означает потерять любимого человека, Умберто? Это ужасно Нет, нет, я тебя прекрасно понимаю, Беатрис Я тоже вдовец Не могу поверить Боже, я не знала Прости Нет, нет, не беспокойся Это случилось давно А ты давно знаешь Ребекку? Ребекку Мы много лет не виделись Мы были очень хорошими друзьями Только друзьями? Это принадлежит прошлому, Беатрис Чем вы занимались раньше, Гритель? Международной кухней Иди сюда Простите Я пришел сказать Что Джайсон и его друг Все приготовили Спасибо, дорогой Синьора Что это? Вы о чем, дорогая? Позвольте Боже мой Дорогая, это мои денежки Миллионы, которые я выиграла в лотерею Разве есть более надежное место, чем под матрасом? Нет Нет, синьора, нет, нет Вы не можете держать все деньги дома Вы должны положить их в банк и получать проценты Синьора, нельзя хранить такие деньги под матрасом Спокойно, дорогая А если мне понадобится наличность, где я ее возьму? Все мы любим расплачиваться наличными Мы не пользуемся кредитками Синьора, вы можете расплачиваться, как хотите, но Деньги не могут оставаться дома Нет Мне понравилась идея насчет процентов Синьора Знаю Я повышу вам зарплату Мне? Да, дорогая вам Потому что вы мой ангел-хранитель Синьора Марта, это подарки от банка Подарки? Да, смотрите, вот это Я не ожидала Как приятно Посмотрите, какая красота А это футляр Прелесть Ваша чековая книжка, осторожно Натуральная кожа? Конечно Это нечто Посмотрите, какая красивая ручка Думаю, я позвоню вам завтра или послезавтра И вы получите остальные карточки и чековые книжки Отлично Запишите, когда мне позвонят Да-да Позвоните мне завтра или послезавтра Конечно, конечно И вы можете в любой день прийти ко мне домой на обед Можете прийти с детьми, с семьей Большое спасибо Мы приготовим для вас пирог и бобы Что вы любите? Все, все, я с удовольствием приду Очень хорошо Синьорита Гретель Мы что-то забыли? Декораторы, синьора Марта Черт, видите? Спасибо, мой ангел-хранитель Что я буду делать без вас Как нам поступить, чтобы встретиться с Монце? С декоратором Я ей скажу, чтобы она вам позвонила И вы договоритесь У меня есть ее телефон Хорошо, спасибо Подождите, постойте, минутку Теперь можно Что вы желаете? Мне нужна Ангелина Контрерас Ее сейчас нет Я брат Ангелины Не хочу быть грубой Но вы можете это доказать? Доказать что? Что вы ее брат Я вам верю Клянусь Но мне нужно удостовериться Смотрите Хосе, Томас, Контрерас К вашим услугам Здравствуйте Привет Наочито, какой большой мальчик Простите, что так получилось Мне не сказали о вашем визите Привет, мама Привет, дорогая Как ты? Хорошо, а ты? Я пришла с одноклассниками Проходите Это Шарон и Байрон ее брат Я должна пойти к ним домой И учить биологию И зашла переодеться Я сейчас вернусь, хорошо? Проходите, ребята, садитесь Проходите Проходите, пожалуйста Я Байрон Санчес Салинес Здравствуйте Она моя сестра Шарон Здравствуйте Простите Синьорита Гретель Просто похоже Могу я предложить вам стакан воды? А еще что есть? Только вода Тогда воды Я не хочу Барин, не будь хамом Хотите стакан воды? Да, пожалуйста Хорошо Ты ужасен Старуха ужасная Да А ты видел, как она смотрела? И у них так много денег Макарена Альтамирана Что? Ты не хочешь сказать, что происходит? Что за людей ты привела в мой дом? Мама Шарон, девочка из моего колледжа Из колледжа? Да Ты не хочешь сказать, с каких пор ты общаешься с этими людьми? Мама, не будь смешной А о ком ты спрашиваешь? А Шарон? Шарон Санчес Салинос Из Виньи Или из Кунг-Кона Я не знаю, понятия не имею Не дерзи мне Ты не имеешь права приводить в мой дом всех подряд Не имеешь права Мама, не беспокойся Мы уже уходим Я сказала, что мне нужно заняться биологией А у Шарон есть все книги, все конспекты, все материалы Ты никуда не пойдешь Спасибо Какая галантность Обед был вкусным Большое спасибо, Умберто Нет, нет, дорогая Спасибо тебе Это был замечательный обед Надеюсь, мы скоро увидимся У меня нет ни малейшего сомнения Пока Приятного дня, Умберто Да Алло Ты где? Шеф, я за вами Я жду тебя наверху Что с тобой? Ты не здороваешься? Мне интересно, как прошел обед Синьора Беатрис Ты пытаешься стать частным детективом? Нет Нет? Ты за мной следил? Нет Здесь много пыли? Да, я делаю мою работу Здравствуйте Я слушаю Зачем я вам нужен? Уйди Простите, я ухожу, чтобы вы спокойно поговорили Теперь ты О каких следах ты говорила? Спокойно, шеф В чем дело? Вы меня всегда торопите Я делаю свою работу А вы готовьтесь Собирайте, вы знаете что Конечно Да Хорошо, если тебе нужны деньги Ты знаешь, что у меня нет проблем Где ты это взял? Что? Это Где ты ее взял? Это? Да Я нашел Это улика Отдай Нет Отдай Нет Маленький ангелочек Не будет говорить без своей конфетки Ты в курсе, о чем я Я знаю, что этот ангелочек Стоит кое-каких деньжат Ведь так? Ладно, идите Меня мама не пускает Нет В конце концов, не так уж и важно Знаешь ли ты биологию? Нет, девочка Ты не права Это общий экзамен, понимаешь? Тетя, пусти ее Знаешь, девчонка плюет в потолок А что делать, если она начнет получать плохие оценки? Хорошо, если это так важно Очень Только из-за оценок, ладно Иди, но дай мне адрес, чтобы я могла забрать ее Нет Мам, это очень далеко Ужасно далеко На другом конце Не переживайте, сеньора Потому что я привезу обратно вашу дочь сегодня вечером Нет Нет Я Сама заберу ее Давай адрес Тогда я буду спокойна Но дело в том, что Мама, почему ты настаиваешь? Как я смогу учить? Знаю, что ты в любой момент приедешь и заберешь меня Тогда ты никуда не поедешь Почему? Не перечь мне Хорошо Тетя, я дам адрес Но ты приезжай попозже Нам нужно много выучить Предмет очень сложный Не беспокойся Я сама знаю, во сколько мне забрать мою дочь Давай адрес Прошу прощения Скажи, как ты это нашел? Давай, давай Он был в коридоре отеля У двери номера, где умер твой муж Он был как раз там Но почему ты раньше мне его не отдал? Ты что, не понимаешь, что это улика, Данте? Не понимаешь? Знаменитая брошь, которую носят все пять девушек Понимаешь? Девушек было пять Они все были с моим мужем в ночь его смерти Это очень важно Почему ты смеешься? Пять девчонок с твоим мужем Слушай, я тебе вот что скажу Он был в хорошей форме, но чтоб с пятью сразу Ты не преувеличиваешь, а? Ты скрыл важную улику Я не знал, что ты такая Приезжаешь, требуешь Отдай мне Давай договоримся Знаешь что, отдай мне Нет, 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 не за эти деньги Тут, на мой взгляд, слишком мало Может, доплатишь мне? Давай договоримся Данте Данте, скажи, что ты еще нашел? Не жадничай Знаешь что? Послушай, ты отправляйся в отель И не возвращайся, пока не обшаришь там каждый дюйм Тебе ясно? Ты куда? Не твое дело Проваливай Сто тысяч Она давала мне сто тысяч Марьяна, хочешь еще сока? Марьяна Нет А ты, Кассандра? Ну, давай Да? Со льдом Со льдом Захвати льда Хорошо Мы победили Спасибо Скажи, ты принимаешь правила, Марьянна, или нет? Насчет того, чтобы не связываться с боссом? Да Принимаю Правда? Я всегда придерживаюсь правил Тем более с начальством Спасибо Не за что Доктор Скажи, что здесь происходит? Так, ничего Просто у нас гости Вы же знакомы с Кассандрой? Как поживаете? Ильда Слышишь, Ильда? Я тебя зову Синьорита Беатрис Не надо так кричать Я занята Вы что, не видите? Слушай, Ильда Во-первых, я уже давно не синьорита Во-вторых, не указывай мне, как к тебе обращаться Поняла? Да, конечно Когда приезжает твоя начальница? В полвосьмого, синьора Это все, что я хотела узнать Горе тебе Если будешь затыкать мне рот Ясно? Или напомнить тебе, что я тоже хозяйка Всего этого Я работаю на другую хозяйку, синьорита Беатрис Сегодня В полвосьмого вечера У меня в кабинете Захвати ангелочка И мы узнаем, кто убил Висенте Беатрис Беатрис, я хочу попросить Как бы ни было трудно, держи себя в руках Думай об интересах фирмы Об интересах фирмы? Вот еще Ко фирма разве обо мне думает? Я сама о себе забочусь А что касается поведения Думаете, только вам можно быть большой начальницей? Слушай, старайся не кричать Особенно, когда на занятиях кандидаты С таким отношением Далеко не уедешь, Беатрис Новости разлетаются быстро Да, верно Ах, вот в чем дело В этом Ладно Ради памяти моего сына Веди себя нормально Да, пожалуйста Чего тебе? Извините, сеньора Ребекка Нам доставили заказ Грузовик на улице Там что-то привезли Не волнуйся, милая Это мне Они привезли это мне В память о муже Правый, желтый У меня У меня Нет, нет Кассандра мухлюет Она сдвинула ногу Я не мухлюю Сдвинула ногу Кассандра сдвинула Меня кто-то толкнул Нет Посмотрим Посмотрим Ты меня выгоняешь? Заходи Осторожно, осторожно, осторожно Какой сюрприз Не знала, что у нас тут тусовка Да, мы с Себой Как раз уходили Приходи в любое время С Кассандрой Как домой? Как домой? Я Кассандра Гарсия А вы, наверное, Мама Анастасия? Вы похожи Очень похожи Правда? Верно Хочешь, я тебя отвезу? Нет Дон Лучиана Право не стоит Пока С вашего позволения Пока Теперь ты приходи ко мне в гости Хорошо? Ладно До свидания Пока Мам, можно мне съездить к Себе? Нет, милая Ну, не все в жизни так плохо Анастасия, мы будем готовить вещи на завтра Нет, я хотела в гости к Себе Мы могли бы написать Себе письмо Давай С вашего позволения Слушай, она настоящий профессионал Или я не прав? Лучиана Да, просто здорово Да, согласна, но с меня хватит Что это значит? Это просто... Какой пример ты подаешь моей дочери? Что это такое, Беатрис? Это все в память о моем муже А при чем тут мой сын? А как насчет этого? Откройте Думаю, мой сын не хотел бы, чтобы его положили сюда Слушайте, не ворошите прах Помочь? Правда? Ты правда приезжаешь? Спасибо Да Я люблю тебя, очень люблю Да Нет, нет, нет Еще сильнее Да Целую Целую Ай-яй-яй, издается мне Да Да Только не говори, что ты влюблен Не подведи меня Пойми правильно, крестный Джейсон Эстевис влюблен всегда Да, хорошо Я люблю тебя Пока Пока Хотите чего-нибудь? Мансонилью Тебе помочь? Ты что-то потеряла? Нет Нет Хотя да Я тут кое-что потеряла Потеряла Что-то ценное Что-то ценное? Да Нечто вроде семейной реликвии? Для меня вещь очень ценная Это маленькая брошка в форме ангела Она тебе не попадалась? Нет Нет Не попадалась А почему она такая ценная? Потому что Потому что если я ее не найду, я пропала, понимаешь? То есть Брошка есть брошка, не более того Нет Нет Слушай, а как тебя зовут? Мариана Рад познакомиться Слушай Слушай, пойми меня правильно Я позову уборщицу Ясно Я позову уборщицу Пусть она поищет брошку Мне нужно отдать ее Выскочке Понятно Срочно Она думает, что кто-то из нас Ну, в общем, знаешь, она ведь Ну так скажи, Беатри, что потеряла брошку И дело с концом Слушай А откуда ты знаешь, что ее зовут Беатрис? Ты сама сказала Знаешь, она чокнутая Чокнутая Да Я тут ее представил, и мне стало смешно Представляешь? По-моему, мне пора идти Слушай, я уверена, она была здесь А почему ты так уверена? Ты здесь спала? Нет, я здесь не спала Так Вздремнула А почему ты В кеме ты задаешь столько вопросов? Чтобы помочь Мы здорово поиграли, Ману Ой, милый мальчик, как здорово Ребенок в восторге от Кассандры Надеюсь, Ману, в следующий раз ты поедешь с нами Послушай, когда пойдешь гулять с Себастьяном, возьми с собой Эммануэля Да Готов, мой милый Игнасио Посмотрим Ты похож на кинозвезду Такой хорошенький Мальченький, мальченький Прямо Так бы я тебя и затиск Кандела Кандела Не говори так с ребенком Говори с ним по-человечески Не видишь, это же ребенок-человек Не сисюкай с ним Я выкинул подгузник Кандела Привет, сестренка Это Томас, когда ты приехал, дорогой Сегодня утром Милый брат, мы так давно не виделись Кандела уже приготовила мне комнату, так что я остаюсь Как здорово, Хосе Что же ты молчала, Кандела Я не успела сказать, хозяйка Но я сделала все, что было нужно, не волнуйтесь Ты прекрасна, сестренка Сокровище мое, ты тоже Сеньора, возьмите ребенка, мне пора Прямо сейчас? Да, за мной заедут Ты уходишь? До встречи До свидания, сеньора Пока, Кандела Пока Пока Сеньора отнимаетесь Постуды Кандела ПорNIS Спасибо, спасибо, Данте, что ты попросил. Мне очень понравилось поговорить с тобой. Ты как у меня есть ангел. Нет, не дай мне это. Я не могу так хорошо, так что не верить в меня. Ловон! Да, лучше я пойду. Ты помнишь Гりв... Ну... Гляго... Чао... Чао... Chьо... Чао... Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Думаю, нам есть о чем поговорить Пойдем Я куплю свечи Знаешь что? С Доном Висентом на фирме мне как-то спокойнее Как будто... Как будто он наш ангел-хранитель Ангел, который защитит нас от проклятой ведьмы Которая причиняет нам столько зла, столько всего От кого? От кого? От... Синьори Тейлде, от кого же еще? Синьор Беатрис, как я рада вас видеть Мы получили ваше сообщение Да? Очень мило Жду вас через пять минут в кабинете Да Я так хотел встретиться с тобой, поговорить не получилось Но обещаю, больше этого не повторится Что-то я не пойму Ты какой-то не такой Я тебя таким не помню Обещаю, что этого больше не повторится Поверь мне, Ребекка Извините, дон Умберто Вам что-нибудь принести? Кофе или что-нибудь еще? Кофе Эй, это будет Esseэк Синья Греть Спираль Синья Синья Спираль Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры DimaTorzok Заходите А где Гритель? Похоже, ее попросили поработать сверхурочно Ладно, ерунда Я потом с ней поговорю, ничего страшного Ну что скажете, девочки? Отлично выглядите Спасибо Сказочно, здорово, потрясающе Вы просто ангелы Кстати, насчет ангелов Странно, что никто из вас их не приколол А ну-ка покажите Спасибо Все правильно? Сеньора Беатрис Вы же хотели рассказать нам, кто убил Урдона Висенте? Нет Сеньора Беатрис, не волнуйтесь Мы свободны? Гритель, не хватает Вон отсюда Субтитры DimaTorzok Субтитры DimaTorzok Ай, но знаете, что происходит, Ангелли? Что с инвентарем, мы с мамой и я Ай, но не волнуйся Ай, Ангелли О, что лучше не сделать? Что не дай мне, не дай мне, не дай мне Ай, я не дай мне Я Я Я Я Я Я Я Я Я Мерседес работала в моем доме Она всегда с теплотой отзывается о том периоде своей жизни Конечно, потом я понял, что это все о тебе Какое совпадение? Извините Одну секунду Извините Да Федерико Как ты попала в этот дом? Ты за мной следишь? Простите, донья Ребекка Я много лет работаю на дону Умберто Надо же, какое совпадение Столько лет ни слуху ни духу Вчера ты вдруг объявилась у меня И тут я узнаю, что ты работаешь здесь Сеньора Я сделала все, как вы велели Заткнись И не смей об этом говорить, ясно? Это тайна Ты дала клятву Это тайна По-моему, вопрос закрыт, не так ли? Спасибо Извините Ну что, вспоминаете былые времена? Да Ну да, столько воды утекло Клянусь, я ничего не помню Женщина 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 – загадка, которую не разгадать И нужно Смотреть ей в глаза Потому что они это любят Так будто другой такой на свете нет Превосходно За тебя Данте Данте Леопольдо? Интересно, как ты сюда попал? Я проник сюда Как вор Я не мог ждать, когда кто-нибудь придет И соизволит меня впустить Мне это не нравится Слушай, мне нужны ключи, Леопольдо Я много не прошу Я приму душ А ты сделай мне копии ключей Залезать домой, как вор Этого еще не хватало Все в курсе Данте Поклялся мне, что поможет Посмотрим Не гони лошадей Мне до сих пор плохо после той вечеринки А ты затеваешь новую Слушай, крестный, я удивлен Ты что, не понимаешь, что это все для синьорита Гретель? Что-то она грустная Ты отвлеки Ты отвлеки синьориту Гретель А мы займемся гостями и все подготовим Она будет довольна Она это заслужила, согласен Слушай, сходи купи пиво и сладостей Не хочу, чтобы она проголодалась И ей стало еще хуже Слушай, я знаю одну Не люблю я тасоваться Не люблю Да брось ты Это встреча без музыки, без танцев Просто посидим Не нравится мне это Ладно, ладно, шевелись Так, я готова Слушай, Шарон, и ты в этом пойдешь? А что не так в моей одежде? Мы же идем гулять Ну да, в самый раз Не будь только тихоней Надень что-нибудь посексуальнее Так на тебя никто не взглянет, Шарон Прекрати, меня это не интересует И Джейсон тоже Ну все, хватит Шарон, я знаю, тебе нравится Джейсон Но он не взглянет на тебя, если ты будешь так выглядеть Ладно Леопольдо, осторожно Что случилось? Осторожно, Леопольдо Да что такое? Ты что делаешь? Как ты смеешь так с ним обращаться? Ты что, Леопольдо, не знаешь, что это такое? Это же портрет героя, человека, который погиб при исполнении Да, да пожалуйста, не будь таким непочтительным Уважай покойного Не будь пошлым Слушай, а может он был импотентом? Ну и сеньора Беатрис уже давно не занималась любовью Ну, я имею в виду Но Может быть, поэтому она такая истеричка? Будь поуважительнее, сеньори Беатрис Не твое дело Забудь Ладно, ладно, прости меня Ты уходишь? Да, у меня куча дел Тогда я, пожалуй, съезжу ненадолго в приют Ненадолго Слушай Я скучаю по деду Можно я поеду с тобой? Я даже подброшу тебя Ладно, но только на минутку, совсем ненадолго Я захвачу кое-что Ты имеешь в виду амулет? Смотри у меня Понял, понял Клорита Я готова Вы? Я думала, вы уже там Вы же такие назойливые Вечно проникаете в чужие дома Слушай, Мариана, можешь приходить, когда вздумается Я тебя не боюсь Спасибо Кандела Кандела, что случилось? Скоро Дон Висенте тоже будет творить чудеса Да? Это уж слишком Что? Я думаю, вы правы Гретель здесь? Нет, сеньора Нет? Что за вид? Куда собрались? Так, прогуляться Правда? Не хотите с нами? Что это значит? Как вы смеете грубить? Знаете, я не позволю вам этого Вам палец в рот не клади Всю руку отхватите Вы посредственности И знаете что? Форма вам идет гораздо больше Поторапливайся, я не могу ждать тебя всю ночь Старик одолжил мне машину совсем ненадолго Да ладно тебе Шарон, я умираю Сегодня он будет моим Он будет моим Это точно Эй, Шарон Макарена Мама Макарена Ты не поедешь в этой машине Скажи, куда это ты направилась в таком виде? Где это ты собралась сейчас учиться? Отвечай! Мы едем за конспектами Что случилось? Что за шум? Мам! Это твоя мама? Это моя мама Какая красавица, как дела? А это сестра Сестра? Какие красивые глаза Не одолжишь свою мордашку на вечеринку Макарена Ты просила разрешение пойти позаниматься Макарена, скажи мне, куда ты так вырядилась? Шарон, почему ты не сказала, что у тебя свидание? Какое свидание? Как? Макарена Андрея Я не разрешала тебе идти на свидание, тем более в таком виде Успокойся, девочки молодые, красивые Посмотри, какие у них глаза Они не одни, с ними Байрон Поздоровайся, Байрон Сейчас же поздоровайся Привет, тетя Слушай, может зайдешь? Нет, у меня много вкусного Дом тебе понравится Нет, 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 я хочу поговорить с Макареной, спросить у нее Езжайте, но через пару часов, чтобы были здесь Желаю хорошо провести время Будь осторожной Спасибо, мама, осторожно за рулем Хорошо, мама Так лучше, чтобы потом не врали Девочкам нужно доверять, чтобы потом голова не болела Ну почему ты не зайдешь? Нет, нет, нет У меня есть чем угостить Спасибо Раз ты здесь, посмотри хотя бы дом Ну проходите Идем Гритель Я уверена, что это ты Синьоры, с вами хорошо, но мне пора идти Пойдем Лео Что? Куда это? Куда мы? У нас есть дела Пошли Данте Данте, пожалуйста Сеньор Беатрис Слушай, хотя бы на вечер, забудь про Беатрис Ты целыми днями о ней думаешь Посмотри на себя, весь расстроенный, никакой личной жизни, никаких друзей У тебя женщина есть? А собака? Слушай, Леопольдов, в чем дело? Давай, пошли Пошли Пахнет вкусно Да, здорово Так, так, все готово к сегодняшнему приему, сеньора Спасибо, а теперь иди переоденься, надень что-нибудь нарядное Нет, сеньора, мне и форме неплохо, спасибо У меня есть праздничная форма Нет, детка, тебе нужно расслабиться, понимаешь? Ступай в гардеробную, надень что-нибудь из моего или из вещей шареншанет Нет, нет, сеньора, мне и так хорошо, спасибо Хотите, я разрежу штрудель или пудинг для ваших гостей? Что ты сказала? Штрудель Она здорово говорит по-немецки Знаешь что, для начала пусть подадут бутерброды, я так их люблю Бутерброды, матери божья, но у нас нет хлеба Утром я купила несколько батон, ничего не осталось Они все шлопали Двадцать батонов Джейсон, ступай, сгретель Двадцать батонов? Да, двадцать батонов свежего хлеба Свежего, свежего, пойдем отсюда Сперва мне нужно переодеться Давай, давай, Джейсон, иди с ней Да, если вдруг там закрыто, сходи, сам знаешь куда Да Значит, Хосе Томас переезжает сюда? А я как раз собирался обосноваться с Игнасио в комнате для гостей Обойдешься, сына я не отпущу ни на сантиметр от тебя Ты куда собрался? А что, еще не поздно Очень мило, я целый день вкалываю, а когда прихожу, ты уходишь Как смешно, а если я тоже захочу уйти? Мы договоримся, и ты уйдешь Да То есть я должна записываться как на прием? Слушай, я ухожу, мне хочется прогуляться Встречусь с друзьями Я встречусь с друзьями, а ты позаботься о Ночито Ты хотел о нем заботиться? Вот давай, теперь заботься Именно теперь я должен заботиться о Сене, а ты, значит, уйдешь Да Слушай, знаешь что, заодно найди себя какого-нибудь кретина, а меня оставь в покое Я не знаю, Фабиан, по-моему, то, что случилось сегодня, неправильно Да, теперь ты жалуешься, судя по тому, что я ее видел, ты неплохо проводил время, братишка Все, наконец-то Анастасия заснула Фабиан, нам нужно поговорить Со мной? Я вас оставлю Нет, нет, не уходи, это и тебя касается Садись Фабиан, ты должен позаботиться об Анастасии А чем я занимался все это время? По-твоему, ребенок должен видеть такие вещи? Как ты флиртуешь с этими женщинами? Что? Ладно, ладно, послушай, детка, не надо ныть Я не сделал ничего такого Я лишь поболтал с несчастной девушкой, она привела Анастасии приятеля Нельзя же целыми днями держать ее в четырех стенах Это же невозможно Хватит нести чушь Какую чушь? Вдобавок, ты занял квартиру твоего несчастного брата Ничего я не занял В квартире все было не так Не кричи Да мы всего лишь играли Анастасия спит Знаешь что, детка, ты поднимаешь бурю в стакане воды Позволь заметить, что если Лучано захочет, мы уйдем Правда, братишка? Но Лучано этого не хочет Он бы разбил Анастасии сердце К тому же, мне негде жить, понимаешь? Мне некуда идти Некуда А куриц здесь обязательно? Алло Алло Да? Не слышу Извини Кто звонил? Ошиблись, дружище, ошиблись А этот тип не так уж и глуп Я убью его Привет А ты ведь не дала мне свой телефон? Умберто, но как? Домовладелец дал мне твой адрес Я пришел пригласить тебя куда-нибудь Я пришел пригласить тебя куда-нибудь Мужчина Я пришел я Я уже готова А, ну давай А-а-а-а Я тебе приду Ты приду Я не привык Я не привык Я не привык Ставлю Я не привык Мой дом. Понравился? Знаешь, у тебя очень милый дом. Я клянусь, очень милый дом. Но с небольшой доработкой он будет еще лучше. Я его немного приукрашу. Отлично. Мы наняли декоратора. Он поможет мне изменить антураж. Вроде так говорят. Я права? Правильно? Да, да. Антураж. Правильно. Да. По-моему, все и так очень мило. Но ведь нет предела совершенству. Наконец-то. Где ты пропадал? Ладно, ладно. Я переоделся к приходу гостей. Когда в доме так много красивых женщин, я не мог поступить иначе. Хосефина Альтемирана. Для друзей просто Пепа. А это моя мама. В данный момент она одна. У нее нет друга. Приятно познакомиться. Очень рад видеть вас здесь. Всех вместе в моем скромном жилище. Вы видите, единственный король в этом доме – мой Гоя. Мой любимый. Сюда идет много людей. Подожди, они еще не позвонили. Не торопись. Да что ты. Я встречу их. Наконец-то. Вот это домина. Вы приехали? Не стесняйтесь. Входите. Какие девушки. Одно удовольствие. Всем захочется иметь такую начальницу. Интересная женщина. Ходите. Вы такие красивые. Мои дорогие. Привет, я Кандела. Какие у тебя красивые глаза. Кассандра. Ты просто Барби. Нуэлья. Нуэлья. Какое красивое имя. Проходите. Очень рада. Коктейль вон там. Угощайтесь. Продолжение следует. Продолжение следует... Присаживайтесь. Вы выглядите так мило в обычной одежде. Спасибо. Вы похожи на телезвезд. Какой огромный дом, сеньора. Вам не нужны помощники. В любое время, девочки, мой дом и мое сердце открыты для вас. У вас очень красивый дом. Спасибо, красавица. Простите меня. Сеньора Ирена. Нуэли, что ты здесь делаешь? Только не говори, что ты пришла на вечеринку. Конечно, пришла. Этот праздник организован для милых ангелочков, чтобы утешить этих малышек. Они опечалены смертью начальника. Это так ужасно. Я вам сочувствую. Спасибо за вашу доброту, сеньора, потому что смерть сеньора Висенте была для нас большим потрясением. Я вижу ваши грустные глаза. Каждый день я вижу страдающую сеньориту Гретель. Поэтому, когда она придет сюда, мы выключим свет и спрячемся. Мы сделаем ей большой сюрприз. Хорошо? Нам нужна душа компании, поэтому у нас будет ведущий. Успокойся, успокойся, я работаю. Мне нужно, чтобы ты раздобыл брошку Гретель. Сейчас же. Слушай, кто охотится на маленьких ангелочков? Ты или я? Кто делает эту работу? Давай разберемся. Если ты будешь звонить мне каждую ночь, я не смогу спокойно выполнять задание. Данте, мне нужна брошь. И немедленно. Сейчас же. Сию минуту. Да. Спокойно. Неси деньги. Чем больше, тем лучше. И у меня будут новые улики. Важные детали. Какие еще новые улики? Видишь, не надо мне мешать. Добыть денег. Много. Много денег. И у меня будут новые и новые улики. Понятно тебе? Ты готов, Леопольдор? Слушай, Данте, я не знаю. Не знаю. Как это не знаешь? Он не знает. Тебе нужно чуточку рискнуть. Бесплатная еда. Мы немного выпьем на халяву. Здесь все бесплатно. Иногда нужно рисковать, Леопольдор. Ты когда-нибудь видел такой дом? Если честно, нет. Знаешь что? Я хочу, чтобы эта ночь никогда не заканчивалась. Я не важна, чувствую себя, Умберто. Я что-то не так сказал или сделал? Нет. Нет, это не из-за тебя. Проблема во мне. Я подожду, Деатрис. Буду ждать столько, сколько нужно. Деатрис. 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 В чем дело? Ты ничего не слышишь? Нет. Ты не слышишь, как бьется мое сердце? Ты не видишь, как я смотрю на тебя целый день. Пойдем. У меня звонит телефон. Привет. Ты приехал? Как это? Мы же договорились. Что ты сказал? Нет, я не понимаю и не проси меня понять. Ничего не случилось. Нет. Я не хочу больше говорить с тобой. Нет. Пока. Как сладко. Как сладко. Как сладко. Как только сеньорита Гретель войдёт, поприветствуем её. Наговорились? Марту Кита. Посмотри, кто здесь. Привет, привет. Милый, мы ждали тебя. Душа вечеринки уже здесь. Мне нравятся совпадения. Как дела? А ты? Ты? Кандела. Привет, Кандела. Привет. Ты, должно быть... Меня зовут Ноэлья. Как поживаешь, Ноэлья? Спасибо, хорошо. Приятно познакомиться. Ты? Кассандра Гарсия. Кассандра. Позволь представить тебе моего друга. Тигр! Ну, не стесняйся, Леопольдо. Проходи. Привет, входи. Это мой друг Леопольдо. Это он, да. Привет. Как дела? Мартука. Всё готово. Я ждала тебя, чтобы начать. Слушай, кто этот парень? Его зовут Дан. Он очень милый. Не думал, что твои поцелуи могут быть такими сладкими, ангел. Что случилось? Приехали. Я сейчас, принцесса. Готово. Когда она придёт, спрячемся. Выключайте свет. Прячьтесь. Но зачем? Что значит, зачем? Ты что, не знаешь, что такое вечеринка ни разу не бывала? Да нет, я бывала. Прячемся, выключайте свет. Сейчас, сейчас, прячьтесь. Как здорово видеть тебя снова. Я тоже рад нашей встрече. Прячьтесь. Да, простите. Сюрприз. Сюрприз. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok